К юбилею 100 дней работы в облах администрации подготовились основательно. Все итоги деятельности новой команды вместили в 50 страниц специальной брошюры, которую вручали гостям мероприятия. Я честно скажу, что я ее не читал. Спасибо, мои заместители и помощники посчитали необходимым это сделать. Это удобно вам. И то, что написано пером, не вырубишь топором. Поэтому за каждую цифру придется отвечать. Разобраться в цифрах участники мероприятия смогут на досуге. Сегодня руководители области говорили больше о главном, о единстве власти. 100 дней – это короткий срок, но за это время мы сделали главное. Организовали системную работу. И самая сложная задача – наладить механизм, который будет бесперебойно функционировать. Удалось сформировать единую команду на всей территории области. Действительно, начиная с первого дня прихода новой команды в областную государственную администрацию, были наважены тесное и взаимовыгодное сотрудничество между двумя крыльями этого здания. Как заявил позже, общаясь с прессой губернатор, нет такой проблемы, с которой областной власти не удалось справиться за эти 100 дней. Я думаю, что нам удалось все, что мы планировали. Этот процесс бесконечный. Достигнули какие-то высоты, открываются новые высоты. Поэтому я не могу сказать, что что-то нам не удалось. Удалось все. Только вот, чтобы результаты работы власти стали видны, каждому жителю области придется подождать. Для жителей Запорожской области, наверное, пока ничего не произошло. Не произошло для их подъездов, в которых до сих пор нет лампочек, для их скамеек во дворе, для их мусора в их дворах, для их дорог плохих. Поэтому мы в начале пути, и я бы предложил, в первую очередь, ответственным руководителям, главам администрации, районных администраций обратить внимание на вот эти простые задачи. И тогда будет, что напечатать в следующей брошюре с отчетом о работе. Если понадобится, их можно издавать и каждые 50 дней, говорит губернатор. Даешь молодежь. Губернатор приехал из Киева с новым заданием от президента. По словам Бориса Петрова, глава государства поручил ему основательно пересмотреть кадровую политику и заняться привлечением в аппарат госслужбы молодых амбициозных специалистов. Об этом шла речь во время сегодняшнего заседания регионального совета, на котором присутствовали руководители областной власти и главы городов и районов региона. Кроме обсуждения кадровых вопросов, на заседании чиновники вновь говорили о необходимости консолидации всех уровней власти и в очередной раз напомнили о высокой инвест-привлекательности нашей области. В рядах чиновников должно быть больше молодых специалистов. Областная власть уверена, что свежая кровь позволит им ускорить намеченные реформы. Выбирайте молодых людей, смотрите, начиная с учебных заведений, посмотрите, как они учатся, чему они учатся, кто они такие, и смело давайте эту работу и привлекайте, поверьте, будет эффект. Чем именно будут завлекать молодежь на службу в госаппарат, на заседании уточнять не стали. Но, видимо, точно не зарплатами. Ведь представители областной власти сами следуют на низкий уровень оплаты работы госслужащих. Средний уровень оплаты в праце державных службовцев залишается довольно низким. Причиняя формальное выконание покладанных обовестков, низкий уровень ответственности. Пора начинать подготовку к выборам. На этот раз в местные советы. К этому призвал собравшихся представитель облсовета Павел Матвиенко. Задача номер один – задействовать весь электорат. Наиболее приемлемой датой является 31 октября. И в связи с этим мы также должны сверить все, всю свою работу с этим. По данным нашим штабов всех в Запорожской области, мы потеряли от 2 до 3% избирателей. И в очередной раз было заявлено, региону нужны инвестиции. Работу в этом направлении еще нужно усилить. В качестве примера для подражания местные чиновники видят политику нынешней власти в Грузии. Ведь на сегодня эта Закавказская республика далеко ушла от большинства бывших советских государств по показателю легкости ведения бизнеса. Грузия на 11 месте, Белоруссия на 58 месте, Украина на 142 месте. С учетом того, что за последние... Вы услышали? Чтобы проснулись. Грузия на 11 месте по инвестиционной привлекательности. А мы на 142. Узнать, в чем секрет подобного экономического явления, запорожские чиновники намерены самостоятельно. В июле делегация из нашей области собирается побывать в Грузии.